Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Гороскоп советов на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака. Что нужно сделать в сентябре для того, чтобы у каждого знака зодиака поменялась и жизнь в лучшую сторону. Овна. Учитесь доверять своей интуиции. Она может подсказать вам, как поступить в сложные ситуации. Не работайте с людьми, в которых вы не уверены. Они могут оказаться ненадежными и причинить вам много проблем. Участвуйте в общественной жизни, не избегайте резких высказываний и споров. Развивайте свои положительные качества. Станьте более добрыми, отзывчивыми и честными людьми. Придерживайтесь того, что вам кажется правильным и важным. Телец. Займитесь созидательными практиками. Спорт, ходьба и творчество помогут вам выразить себя, развиваться и чувствовать себя лучше. Не стоит уступать в открытые конфликты. Лучше сохранять твердость и не давать себя в амбингу. Важно помнить, что вы не должны позволять другим людям контролировать вашу жизнь. Ищите связи для поддержки в карьере, которые помогут вам развиваться и достигать своих целей. Важно быть рядом с детьми, слушать их и помогать им в их развитии. Близнецы. Будьте осторожны, когда выполняете домашнюю работу, так как есть риск получить травму. Вы будете успешны в личной жизни, поэтому не бойтесь знакомиться с новыми людьми и ходить на свидания. Это хорошее время для укрепления вашего финансового положения, сбережений и решений профессиональных вопросов. Вкладывайте средства в свое развитие, так как начинается новый учебный год. Если вы задумались о получении второго образования, сейчас самое время начать. Раки. Теперь пришло время стать более самостоятельным. Попробуйте решить несколько задач самостоятельно и вы почувствуете себя более уверенно. Не забывайте, что хорошее отношение строится на равенстве и уважении. Особенно это важно в личной жизни, где из-за неосторожности могут произойти необратимые изменения. Очистите свой разум от старых обид и негативных мыслей. Начните думать о хорошем и развивайте в себе способность прощать и принимать других. Лев. Сделайте самоанализ и подумайте, где вы допускаете ошибки и как их исправить. Это поможет вам стать более эффективными в работе и жизни. Постоянно учитесь новому. Это поможет вам быть впереди своих конкурентов. Общайтесь с теми, кто может научить вас чему-то полезному. Это могут быть коллеги, друзья, наставники или просто люди, которые добились успеха в интересующей вас области. Даже негативных ситуациях старайтесь найти что-то хорошее. Это поможет вам оставаться позитивным и мотивированным. Дело. Научитесь видеть хорошее в мире, это важно. Это помогает вам быть более счастливыми, здоровыми и успешными. Не позволяйте проблемам накапливаться, иначе они могут стать непреодолимым грузом. Решайте их по мере возникновения, чтобы они не превратились в снежный ком. Не создавайте стрессовую ситуацию в семье. Это может негативно повлиять на развитие ребенка. Планируйте свой день и выполняйте задачи в соответствии с планом. Это поможет вам быть более продуктивными и избежать стресса. Весы. Не отказывайтесь от новых знаний. Они помогут вам решать проблемы в будущем. Не бойтесь задавать вопросы и открывать для себя новый и интереснее станет жить. Не раздражайтесь, а проявите терпение и сочувствие. Это поможет вам наладить отношения с окружающими. Поступайте по совести. Это поможет вам сохранить свои достоинства и уважение с другими. Не зацикливайтесь на прошлом. Смотрите вперед. Составляйте планы, ставьте цели, работайте над достижением и сможете реализовать свой потенциал и добиться успеха. Скорпион. Не позволяйте сплетням и козням вывести вас из себя. Будьте спокойны и уверены в себе. Научитесь работать в команде, чтобы добиться успеха в будущем. Будьте хорошим организатором и лидером. Планируйте свои действия и выполняйте их в соответствии с планом. Это поможет вам быть более продуктивными и эффективными. Окружайте себя позитивными людьми и событиями. Это поможет вам быть счастливее и успешнее. Исполняйте свои маленькие мечты. Намечайте новые цели, достигайте их. Это поможет вам расти и развиваться как личность. Стрелец. Не бойтесь неудач. Извлеките уроки своих ошибок и двигайтесь дальше. Выберите мастер-класс, запишитесь на короткий курс, саморазвит или просто читайте книги. Расширяйте свой кругозор и развивайтесь как личность. Займитесь своим здоровьем и внешностью. Питайтесь правильно, занимайтесь спортом и регулярно ухаживайте за собой. Проводите время с людьми, которые поддерживают вас и помогают вам расти. Не тратьте свое время на то, что отнимает силы. Козирог. Не держите обиды на тех, кто причинил вам боль. Прощение освободит вас и позволит вам двигаться дальше. Важно учиться на своих ошибках, чтобы не повторять их в будущем. Если вы столкнулись с неприятной ситуацией, определите, что пошло не так и постарайтесь предотвратить это в следующий раз. Настойчиво работайте над своими целями и не позволяйте никому вам помешать. Саморазвитие это ключ к успеху во всех сферах жизни. Будьте осторожны и не поддавайте соблазнам как личной жизни, так и финансовых решений. Не позволяйте никому управлять вашей жизнью. Водолей. Отправляйтесь на прогулку, встречи с друзьями или даже на обычную пробежку. Свежий воздух и физические упражнения улучшат ваше настроение, снимут стресс и помогут вам оставаться здоровыми. Оставайтесь великодушны по отношению к тем, кто ищет вашего прощения и понимания. Это освободит вас от негативных эмоций и позволит вам жить дальше. Поддерживайте хорошее отношение с коллегами, они помогут вам работать более эффективно и получать удовольствие от работы. Проводите время с детьми, они будут вам благодарны за это. Рыбы. Посмотрите на ситуацию со стороны. Это поможет вам увидеть ее в целом и найти решение, которое раньше ускользало от вас. Общайтесь с другими людьми, чтобы получить новые идеи и точки зрения для решения ваших проблем. Будьте искренни с собой и с другими людьми. Это поможет вам построить крепкие отношения на основе доверия. Отдыхайте, расслабляйтесь, чтобы справиться со стрессом и негативными эмоциями. Сосредоточьтесь на положительных моментах своей жизни. Это заметно улучшит ваше настроение.